ну что ж всем привет у нас с вами сегодня завершающая лекция цикла про архитектуры в м на примере риск файва вот лекция будет обзорная состоять в основном из бла-бла уж извините потому что большая часть того о чем сейчас мы будем рассказывать она она часть это не и невозможно быстро оперативно и толково пощупать вот очень хочется приблизиться к ощупательному пределу например для виртуальной памяти как минимум но пока что мне это дело не удается наша эмулятор и всего этого не умеют вот ну например можно вы помните эмулятор райис который мы в прошлый раз изучали конвейер наверное с его помощью можно сделать что угодно но тут дело за малым надо сделать изваять в виде логических цепочек целиком эндер менеджмент юнит вот ну этого пока никто не сделал тем да тем не менее мне кажется что вот это завершающий бла-бла имеет смысл потому что мы не будем изучать какие-то конкретные штуки и глубоко влезать в в то как эти штуки реализованы вот а поговорим об общем принципе который был заявлен самого начала и который я так подозреваю время от времени вылезал вот даже при изучении такой сравнительно новая 4 как иску общий принцип вот какой общий принцип развития компьютерной техники на этой планете устроен примерно так возникают некоторые инженерные или адрес кал производственные задачи которые требуются решить с помощью компьютерной техники вот в самом начале это были спец вычислители для тяжелой промышленной математики там для атомной бомбы учить такое значит эту задачу с успехом решают с использованием актуальных современных на те поры технических средств после чего вот это решение с помощью актуальных на те поры технических средств становится олег оси на многие десятилетия вперед вот и даже несмотря на то что какие-то какие-то инструменты решения задач там связанных с допустим да даже с логической организации машин можно было бы решать по-другому но нет как бы ход уже сделан индустрия уже запущена компьютерную отрасль вообще очень сильно индустриально зависимая это вам не математика не даже не ботаника вот что как бы делаем то изучаем такая компьютерология вот по этой причине с одной стороны развитие самой отрасли в основном идет таким образом что сначала появляются актуальные задачи а уже потом под них подбирается значит какой-то новый интересный выбор интересный интересная подробность техническая вот а с другой стороны вот мы постоянно сталкиваемся с легоси собственно почему я в какой-то момент давно тому назад решил сделать свой курс по архитектуре потому что мне совершенно не устраивал процессор intel в котором легоси на легоси сидит и легоси погоняет вот попытка объяснить почему intel устроен так а не иначе сводится в 80 процентах случаев к утверждению так пошла эволюция вот эта самая эволюция это как бы одно из это то что делает спасибо джек это эволюция это то что делает нашу наш предмет занимательным да потому что довольно причудливые вещи можно выудить выудить из этого вашего это ваша архитектуры в м но с другой стороны он делает его несколько она эволюция делает его несколько не академическим да мы изучаем конкретные технологии которые когда-то как-то возникли к чему мы за этот семестр так и не пришли если только не исключаю да не почти не пришли потому что мы все-таки поговорили про упраждающим про предсказание переходов про кэш и про конвейер мы не пришли к тому что в действительности основная и главная потребность промышленности это постоянный рост вычислительных мощностей и объем вот то есть сколько бы мы не вкладывали какие бы мощные компьютеры мы не строили всегда будет мало всегда я прочел сообщение сокращенцы забыл что говорил тут сокращение заговорить что согласен со мной что x86 ужасен что либо надо изучать современной архитектуры либо микро микро процессора всякие маленькие 8-битные которые простые типа того же ардуино да вот ну видимо да я тоже так что правда мы изучаем все-таки не ассемблер мы пытаемся постичь архитектуру ивм но тем не менее да а хотела сказать вот что что всегда есть он по полные задачи всегда есть всегда есть задачи которые хочется еще в 10 раз больше решить вот поэтому требования по повышению быстродействия в том числе массового быстродействия то есть строительство не одного где на взятого компьютера целой фермы они всегда есть вот эти требования по повышению устранействия на самом деле более общей форме выражается как требования масштабирования вот и мы с вами уже прошли по этому пути масштабирования нашего процессора точнее его вычислительных мощностей куда-то давайте посмотрим когда-то давно компьютеры выполняли ровно одну задачу работали так как сейчас это называется спец вычислитель и вот первый в мире компьютером и не акта или как он там назывался американский он как раз был спец вычислитель на самом деле не компьютером общего назначения вот но в какой-то момент когда актуальные задачи стали такими что на компьютерах надо было решать уже много разных программ возникла задача оптимальной загрузки этого самого компьютера чтобы значит выполнив одну программу он тут же начинал выполнять другую и самый первый режим разделения времени на компьютерах был разумеется пакетный то есть задача выполнилась запускается другая или задача не выполнилась за отведенное время она выбрасывается как зациклившиеся и запускается другая тем не менее на уровне 0 до сокращение простое процессора отлично отличная пакетный режим работы правда впоследствии выяснилось что поскольку компьютер это не только компьютер то есть не только вычислитель но еще и обработчик данных которые надо читать вводить выводить и так далее выяснилось что вот эти задачи сами по себе бывают двух типов но или их кусочки бывают двух видов условно двух видов обменные и счет то есть задачи которые напрягают центральный процессор и там он что-то считает и задачи которые напрягают периферийные устройства или сами задачи или часть задач вот допустим у вас задача устроен таким образом программа ваша сначала читает там снега сферитового сферитовой решетки кучу данных потом их грызет а потом записывать вот когда на их читает она себя ведет как обменная а когда она считывает когда она считает то есть вычисляет она ведет себя как счетная а когда записывает опять как обмен фишка состоит в том что пока ваша программа обменная занимается медленным обменом медленным вводом-выводом а вот вы всегда существенно медленнее чем работа самого процессора процессор просто это и возникает задача уже делать разделение времени такое при котором актуально одновременно у вас работают только одна задача потому что процессор только один но с точки зрения виртуальности с точки зрения наблюдения со стороны вы наблюдаете запуск сразу нескольких задач вот это называется вытесняющая многозадачность когда выполнение каждой из этих 1 одновременно якобы виртуально одновременно работающих заданий делится на такие кванты и задачка поработает свой проработает свой квант переключаются на следующую возникает понятие планировщика этих самых задач между счетами обменными задачами происходит следующий договор что когда задача наша запускает обмен и этот обмен и этот обмен поддержан уже аппарат на тем что называется direct memory access дома вот то есть процессор вообще не участвует или почти не участвует участвует только командир в обменные задачи и это значит что на то время пока происходит обмен наша обменная задача может вообще не присутствует планировщики а уйти ждать спать что называется на ресурсе и тем самым вместо нее запускается следующая задача когда наша обменная задача проснется то есть ее вот вывод закончится она встанет в очередь задачи будет дальше что-то вычислять вот то есть появляется задание по не поверить понятие планировщика задач появляется некоторая логика переключение между этими самыми задачами и так далее тут сокращение замещает что любая многозадачность так работает но разумеется не любая настоящий харварный параллелизм когда у вас есть 10 процессоров на которых запущено 10 задач работают не так однако уже здесь появляется следующий уровень требований а именно попытка изоляции этих задач друг от друга раз уж они существуют в одном и том же хронотопе то есть необходимо как-то например уж как минимум только время которое они потребляют разделять но и оперативную память в которой они держат свои данные а делают они это ну условно говоря одновременно мы по крайней мере в одно и то же в один тот же промежуток времени да как-то разделять возникает необходимость устройство мы время жить это в этом чуть позже дальше больше люди входят во вкус и выясняется что если у нас есть один ровно один процессор или будем говорить так выполнение наших задач идет ровно в один поток потому что мы поговорим про многоядерности много по точность в чем разница то некоторые классы сложных комплексных задач ну например операционные системы по управлению чего-то в реальном времени не могут или быть реализованы вообще ну потому что у нас с одной стороны должна быть более или менее четкий real time для управления а с другой стороны у нас есть большой комплекс всяких всякой логики каких-то каких-то служб операционной системы общего назначения которые тоже должны в это время работать вот очень быстро возникла необходимость в много множественным множество множественных устройствах выполнения вот грубо говоря многопроцессорность вот типичный пример конечно это операционная система с тяжелым ядром которое должно присутствовать в памяти и постоянные работать и попытка хотя бы временно переключиться из контекста ядра во что-то другое очень дорогая вот поэтому очень быстро появились двухядерные или двухпроцессорные двухголовые значит конфигурации но потом они стали много голову дальше больше когда выясняется что у нас есть вот такая достаточно мощный компьютер в котором достаточно много вычислительных устройств чтобы можно было параллельно уже актуально параллельно вычислять несколько задач выясняется что на 5 оказывается не загруженному потому что в рамках одной операционной системы понятное дело что у нее есть свой собственный жизненный цикл задачу подгрузили запустили она поработала что-то такое сделала мы бы даже могли несколько таких задач на запихать ни тем не менее вот кроме того возникла задача унификации такого вот окружения внутри которого будет запускаться ваша операционная система и вылезла задача виртуализации вот задача виртуализации она с одной стороны выполняет роль выполняет роль такого уже окончательного загруживателя ресурсов нашего в нашей вычислительной системы потому что там сразу несколько операционных крутится а с другой стороны значит для этого нужно еще ввести еще один уровень косменности например то окружение внутри которого запущены ядро вашей операционной системы тоже оказывается внезапно не настоящим голым железом и виртуализован вот такой значит если очень кратко а то о чем мы сегодня должны поговорить то вот собственно уже все значит касаемо вытесняющей многозадачности значит вытесняющим многозадачность в данном случае речь идет именно о том что у нас есть на самом деле ровно один ресурс ровно один поток выполнения вот но задач то есть каких-то программ которые должны выполняться ну скажем так в один и тот же промежуток времени несколько типичный пример значит вычисляю реализации вытесняющими многозадачность это разумеется операционной системы с ее службами ядром по пользовательскими программами и так далее любая любая свои любой современный компьютер он именно так работал вот значит общий алгоритм простой понятное дело что при если процессор один то в каждый момент времени работает только одна задача но делает она в течение кванта появляется необходимость переключение контекстов то есть у нас есть несколько программ у каждой из этих программ своя память свои регистры но вернее свое понимание о том что в регистрах должно лежать и вот на рубеже вот этого значит переключение из одного кванта в другой те те значения регистров памяти в специальных регистров короче всего что были характерны для одной программы должны куда-то сохраниться потому что процессор один контент и поток выполнения один те значения регистров и вот всего что нужно для выполнения другой программ должны подгрузиться откуда-то и должно должен начаться должно начаться выполнение кванта этой самой другой программы вот кроме того помимо этого еще возникает необходимость в описании логики переключения таких контекстов мы уже поговорили немножко на эту тему например если обменная задача заснул на обмене то ее совершенно не обязательно выполнять она все равно ничего не делает ее можно временно поместить в конец очереди планировщик это делает а взять следующий не говоря уже о том что задач могут быть приоритеты то есть некоторые из них должны выполняться с большим с большей вероятностью чем некоторые другие я уже молчу про real time где все еще сложнее какие при этом возникают аппаратные проблемы напоминаю что мы идем по алгоритму актуальная задача решение ее аппаратными средствами понятное дело что контекст задачи это довольно мутная штука но в случае нашей 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 многозадачности очень часто используемая переключение между контекст происходят много раз много много раз в секунду прямо сейчас вот на всех наших компьютеров много 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 раз соответственно наверное было бы неплохо как минимум придумать быстрый способ переключения этих контекстов например где-то делать наборы скажем значение регистров чтобы не по одному их писать а прям переключаться хлеб используем другой набор регистров хлеб используем другой набор а возможно даже делать сложные команды по сохранению восстановлению контекста одним так сказать движением одним движением одной инструкции другое дело что непонятно да сколько этих контекстов должно быть это же каждый из них это же прям целая память это же надо вот все предусмотреть вас и допустим в том же интелли по крайней мере в 32 разрядной архитектуре было аппаратное переключение контекстов но она работала в результате даже медленнее чем попытка сделать все то же самое вручную что удивить вот возникает вторая проблема вторая проблема эта проблема общей памяти если у нас такой ресурс как оперативная память используется сразу несколькими задачами и эти задачи еще не завершились просто они ушли из своего кванта то возникает необходимость очень четкой изоляции адресного пространства этих самых задач а еще возникает необходимость борьбы с фрагментацией но представьте себе у вас две задачи и каждый раз в секунду заказывать себе килобайт памяти через 1024 секунды эти задачи себя закажут по мегабайту но поскольку оперативной памяти у нас одна и линейные и они заказывают по очереди то эти с 3 мегабайта будут выглядеть как такое значит гребенка вот то одна значит память принадлежащий что одно и значит и другую вот понятное дело что не говоря уже о позиционно независимом коде потому что мы не знаю в какое место память задачи загрузится и вот этому всем не говоря уже об этом понятное дело что в такой ситуации очень неудобно когда задачи ходят в одну и ту же память прям совсем вот ну я уж молчу о том что они могут совершенно случайно испортить память друг другу возникает необходимость введение нового уровня косвенности когда запущенная задача видят только ту область памяти которую ей предоставила некоторая специальная аппаратная аппаратная аппаратный узел нашего процессора вот при этом традиционно менеджмент происходит таким вот образом что память для конкретной запущенной задачи набирается из страниц настоящие физической оперативной памяти лежащие в разных местах а сама задача видеть ее как непрерывную то есть вот она заказала себе мегабайт и она видит этот мегабайт адресуемый с нуля до там вот значит от 124 килобайтов а в действительности эта страница которые лежат в большой оперативной памяти там и сям и это внезапно вводит довольно мощные аппаратные требования на организацию нашего процесса например режимы работы процессора вот о чем мы говорили когда ты про риск файл как минимум два супер валь в супервизор мод и юзер мод супервизор мод имеет доступ ко всему и собственно планирует вот эти самые задачи создает их контексты он имеет доступ к тем регистром в которых сохраняются контексты вот супервизор мод программа запущена в супервизор мод умеет переключать эти контексты и она же умеет набирать в специальной странице трансляции памяти так называемый лб умеет набирать для каждой задачи вот это вот виртуально непрерывную памяти страниц бонус организации виртуальной памяти таким образом состоит в том что внутри задачи мы видим а непрерывную память бы адресуемую с нуля или откуда захотим и вообще можем использовать там те же самые конвенции как которые мы использовали в том же рафси для ванна для модели память все равно те адреса которые мы видим они виртуализованы и в действительности лежат совсем других местах правда тут возникает вопрос а что с ними должно происходить с маппингом внешних устройств но смайпингом внешних устройств все в общем сложновато мы об этом тоже чуть-чуть поговорим вот второй бонус виртуализации памяти использование memory management unit состоит в том что мы можем например использовать общие страницы памяти то есть вот у нас запущено две задачи они ссылаются на какие-то места в памяти и одно из этих мест одно и то же и через эту самую общую память шарит мэмори они общаются вот это гораздо удобнее чем пользоваться какими-то сообщениями и уж тем более откладывать какие-то данные на диск правда там возникает вопросы блокировки и сервизации доступа но этим будет должны заниматься операционной системы тут вот сокращение замечает что с простейшей многозадачность это даже вот например когда мы пишем обработчик прерывания да безусловно более того у меня в курсе по микс было было даже целое занятие где я а слушайте нет у нас же было в наш было даже домашнее задание такое с простейшей многозадачностью помните у нас было домашнее задание где мы переключались между задачи вот так что мы познакомились познакомились с простейшей многозадачностью и наловили грабли которые в принципе нужно реализовать аппарата если мы хотим чтобы многозадачность прям была настоящей вот какие проблемы возникают при введении такой казалось бы удобной простой штуки как ну во первых кэши когда-то давно мы дизайн или кэш таким образом что у нас есть одна программа в этой программе фактически два чага активности это ее данные согласно принципу локальности и ее инструкции вот и это и другое в общем очень четко укладывается в принцип локальности вжух и выясняется что когда у нас многозадачность очагов активности столько сколько активных задач n штук ну и некоторые виды простейшие виды кэша начинают как мы помним пасовать перед множественными очагами активности более того вдруг и выясняется что принцип локальности пропущен сквозь призму виртуализации вот у нас есть память допустим у нас есть мегабайт или там не знаю что то этот мегабайт набранных страниц которые в реальности лежат совершенно разных местах памяти и с точки зрения вот этого экзекьюшен environment с точки зрения нашей задачи принцип локальности используется очень четко мы гуляем по этому мегабайт с точки зрения физической памяти где у нас страница из этого мегабайта располагаются в самых разнообразных местах никакого принципа локальности вообще нет возникает возникает как это правильно сказать соблазн привинтить кэш не к физической памяти ак виртуальный потому что там с принципом локальность все гораздо гораздо более правильно получается два уровня кэш и вот вторая проблема поскольку я вот упоминал memory management unit нет господи мы мило memory map это опыт поскольку у нас одновременно много задач разумеется доступом к уникальным ресурсам там к диску к сети к чему год занимаются не эти задачи а отдельная задача работающих в супервизор режиме а именно ядро операционной системы ну потому что иначе мы будем друг другу мешать мы будем бороться за уникальный ресурс короче так так не делать ядро занимается распределением учетом и выдачей доступа к ресурсам компьютера это значит что наши там условно обменные задачи и вообще задачи которые пользуются внешними устройствами будут в действительности постоянно перещелкивать контекст выполнения из себя в ядро потому что ядро обе занимается доступом к внешним устройствам и обратно то есть вот это переключение контекстов оказывается довольно частой операцией и чем она менее дорогая чем на более дешевые тем лучше в нулевые годы была мода такая повальная на микроядра она еще не прошла но у микроядра внезапно возникает одно очень важное неприятное свойство но только микроядро микроядро это когда у вас супервизор моде только только предоставление доступа к памяти и только само переключение контекст все остальное логика этого доступа логика переключения контекстов драйверы внешних устройств вообще все остальное лежит не в супервизор моде а в юзер моде вот потому что так проще отлаживаться потому что потому что за одним исключением микроядерные системы генерируют дикую тучу переключения контекстов из микроядра в контекст соответствующего обработчика и обратно дикую соответственно если этот footprint у вас помещается в кэш очень хорошо работает микроядерная система ну правда дикая туча переключения контекстов если они дорогие то они дорогие вот если не помещается footprint то есть все те зоны активации вашего микроядерного системы вместе с вашими приложениями то начинается адский ад потому что переключение контекстов на 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 холодную это конечно очень дорого поэтому микроядерной системой не запланили весь мир в отцу а как то вот так вот существует параллельность традиционными монолитными ядрами вот внезапно выясняется что чем больше у вас задач это третья проблема не совсем очевидно тем больше у вас разброс между состоянием процессора когда ни одна задача ничего не при этом не потребляет такое бывает и стоим процессора когда все задачи одновременно внезапно решили все потребить причем вот этот случай все задачи одновременно заказали себе очень много памяти и начали в ней его копаться он достаточно редкий настолько редкий что обеспечивать такой объем оперативной памяти который может на пиковой нагрузке внезапно потребуется вашей операционной системе просто бессмысленно он обычно в три раза больше чем маршал объем памяти или в 4 вот возникает необходимость обрабатывать такие ситуации более хитрым путем ну например программа на заказали память но не пользуются ею мы берем память отгружаем на диск а там болтается оперативную память отгружаем на диск этот процесс называется пейджинг и он как раз используется для борьбы с пиковыми нагрузками список с пиковыми загрузками вашего и вашей вычислительной системы когда неожиданно или по значит упущению системного администратора запущенные на вашей операционке задания сожрали всю память и еще немножко вот но для поддержки пейджинга нужно внезапно аппаратная аппаратная реализация потому что никто за вас по-хорошему это не сделает да вот вы определили что вам ресурсов не хватает надо как-то выгружать эти страницы прямо куда-то на диск и это делать достаточно оперативные быстро вот эрго организации вытесняющие многозадачности требуют от операционных от программных начинок довольно много логики но от железа требуется тоже довольно большой диапазон диапазон аппаратной поддержки в первую очередь связаны с переключением контекста и разделением разделением уровня выполнения на супервизор юзер и разделением функций да то есть вот у вас то что происходит в супервизор мода будет происходить довольно часто и вам нужно как-то оптимизировать вход и выход вход в на уровне ядра и это речь шла об в о выполнении в один поток исключительно да то есть о классической вытесняющей многозадачности как уже было сказано если у вас есть сложный вычислительной системы в которой этих самых задач более-менее как это виртуально одновременно выполняемых много и некоторые из этих задач очень важные типичный пример ядро да вот важные настолько что попытка их приостановить отобрать у них квант отрицательно сказывается на эффективности работы всего вместе или ситуация когда у вас есть система с реал-тайм очередью где промедление означает отказ в обслуживании или у вас есть ну правда как раз именно ядро вас есть такие задачи у которых есть критичные участки которые должны обязательно выполнятся вовремя да то есть строго real time и нет она если у вас там не знаю ядро будет жевать не ядро а вот переключение процессов например или там обработка сети будет жевать ресурсы целую секунду то все будет работать ужасными то есть какие-то участки ваших задач должны быть выполнены во всех этих случаях возникает соблазн использовать несколько вычислительных устройств в рамках одной вычислительной системы то грубо говоря мы втыкать побольше процессор вот соблазн на втыкать побольше процессоров он довольно велик потому что внутри себя процессор будет работать но мы синхронизуем доступ к памяти но как-нибудь синхронизуем доступ к памяти этих нескольких процессоров в конце концов будут они там друг с другом например общаться вот но мы еще подумаем что там с прерываниями потому что внезапно надо сначала понять на каком процессоре выполняется тот код который обрабатывает прерывание вообще кому рассказывать про это прерывание одно зато у нас будет не один процессора несколько и это потенциально не только в несколько раз увеличит быстродействие всей вычислительной системы но и повторю обработает ситуацию когда у нас в принципе существует запрос на 1 актуально одновременно и выполнение сразу нескольких потоков в действительности много ядерная много процессорные системы и это катастрофически более сложная штука чем против система однопроцессная ну вот да сразу возникает сразу возникает вот тут александр напоминает что попытка с бухты барахта усложнить имеющуюся систему путем втыкания в нее вне передела нее много процессорного приводит к дикому количеству ошибок дизайна вот потому что не предназначена она для этого был откуда эти ошибки дизайна возникают смотрите доступ к памяти последовательный тогда зачем нам много процессоров у нас все будут спать на память одновременный многоканальный да вот у нас есть память и все процессоры ходят к ней одновременно а что там с блокировкой а что там с взаимоблокировка когда один ждет чтение перед записей записи перечтению вот а что там с прерываниями на самом деле в общем выясняется что контроллер памяти контроллер прерывания много процессорной системы усложняются в разы в них возникают какие-то странные ошибки логики которые тоже усложняются в разы и все это приходится еще за счет за это платить количеством ключей на креста ну ладно память память но может через память с памятью работаем через кэши а что там с когерентностью кэшей когда у нас несколько процессоров одновременно пишут в память и один пишет за другой в это время думает что он читает и окей что же мы таки кэшируем помните у нас еще на уровне на уровне memory memory management unit возникла возник соблазн сделать кэш для виртуально наблюдаемой памяти потому что там принцип локальности соблюдается а теперь у нас получается три уровня кэша для виртуальной памяти для памяти который видит процессор и для памяти который видит все процессор одновременно и понятно что вот этот третий вид кэша довольно медленный потому что он вне процессора вообще лежит протокол синхронизации кэшей это адский ад потому что ну очень не хочется уменьшать как это увеличивать время ожидания вот но вот 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 опять же александр будет страдаете да но и это еще не все если мы мы втыкали очень много процессоров то мы можем в принципе добиться и много банков памяти добиться ситуации что мы чистый топологически физически не можем обеспечить доступ всех процессоров ко всем фрагментом памяти с одинаковой скоростью просто из-за длины проводов там количество каналов и так далее возникает возникает как это numa но не не формы мере access вот где какой-то памяти мы осуществляем доступ прямо из процессора а какой-то через вот эту самую межпроцессорный канал и одна из них быстрее другая медленнее а еще мы забыли про memory mapped in put out put потому что теперь и то что мапится в вашу память у каждого процессора свое и мы на это смотрим ну в общем в общем многоядерная архитектура очень тяжело не так очень сложные становятся с большим количеством всяких интересных ошибок вот исторически многоядерность много процессорность даже появилась раньше чем много поточность хадварная о которой сейчас расскажу именно потому что соблазн просто вот просто воткнуть процессор еще один вкладку и там чуть-чуть подсинхронизовать он был очень велик к тому же напоминаю что даже несмотря на сложность задача задача обеспечения актуально одновременного выполнения фрагментов кода в общем выполнена хотя там могут быть и букер тем не менее разделение актуально выполняемых фрагментов кода по различным процессорам которые друг с другом связаны только каналами передачи данных это конечно штука достаточно опасная и сложно в какой-то момент не помню кто был первым активно этим занимались ребята разрабатывающий процессор arm возникло понятие хардваре трэдов хартов о которых мы уже говорили несколько раз за нынешний семестр вот более или менее аккуратные хотя и несколько поэтичный рассказ про них есть спецификация вон там по ссылке что это такое во-первых при дизайне процессора прямо процесс архитектуры его вводится две абстракции одна из них называется экзекьюшен инвармент то самое окружение в про который мы говорили в несколько раз когда говорили например про диколс или про и брейк вот про это все окружение или экзекьюшен инвармент и это такая абстракция в которой полностью описано как работает не скажу процесса а то в чем запущена ваша программа то есть instruction сет какие регистры какая модель памяти что вы видите на этой памяти мило вот какие там есть хардваре трэда но в этом позже в случае чистого железа это прямо вот экзекьюшен инвармент это и есть ваш процессор с его так сказать памятью с внешней памятью с тем как как контроллер памяти используется ну и так дальше и аппаратные потоки если их на вашем процессоре более одного и то есть экзекьюшен инвармент на уровне чистого железа то что в рискове называется машинами а например когда вы запускаете программу в под управлением операционной системы в юзер мод экзекьюшен инвармент окружение это совсем другое это например виртуализованная с помощью memory management юнит память то что ваша программа считает процесса умеет это было слово субъекта то что ваша программа считает процессором умеет выполнять только инструкцию уровня юзер то что ваш программа считает оперативной памятью в действительности набранная из страниц виртуальная память до то что ваш программа считает input output регистрами возможно далеко не все имеющиеся регистр вашей машине вот когда вы выполняете обращение к самому экзекьюшен инварент какой-нибудь и кол то то что происходит внутри твои кола вы вообще не видите то есть ваше окружение в случае выполнения на уровне юзер совершенно выглядит не так как окружение в случае выполнения на уровне чистого железа в рамках окружения вводится понятие собственных хардваре трэд слова хардваре не должно вас смущать потому что он хардваре только в том смысле что реально наблюдаемый вашей программой да он совершенно не обязан быть аппаратно поддержанным на том уровне внутри той той того окружения внутри которого него смотрят хардваре трэд ну или за его поток это часть окружения которая собственно самостоятельно выполняет программу она выбирает инструкции из памяти исполняет этой инструкции ходит к памяти вот это все делает самостоятельно 1 в простейшем случае поток в в каждом окружении ровно один ну потому что без них работ ничего не будет но вы можете задизайнить ваш процессор таким образом чтобы в нем было несколько хардваре трэдов вот ну и соответственно задизайнить там уровне какого-нибудь супервизора или еще какого-нибудь в котором будет тоже несколько хардваре трэд для чего выполняется хардваре трэд вообще никак не специфицировано вы можете хардваре трэд задействовать для упреждающих вычислений помните такую штуку упреждающие вычисления когда у вас есть несколько тех самых хардов которые умеют выполнять программу независимо от того как сработала условный оператор вот условный оператор условный переход сработал или нет мы не знаем потому что мы еще не досчитали до этого места но поскольку у нас есть несколько хардов каждый хард считает свою свою веточку один считает веточку где условный переход произошел а другой считает веточку где условно переход не произошел при этом понятное дело что слишком много считать не надо потому что очевидно что один из двух одна из двух из этих веток паразитная но мы экономим два шага конвейера как минимум а в более сложных системах больше потому что к тому моменту когда мы выясним какая из этих веток все-таки актуальна у нас уже будет много чего посчитано в этих ветках можем идти дальше а вторую просто вот так что нет не обязательно два шага конвейер зависит от глубины упреждающего вычисления а может быть хардваре трэд используется просто как обычный трэд то есть как актуально параллельное выполнение двух заданий оба ходят по памяти оба фенчат оба работают ну потому что потому что могу потому что hard на этом уровне работы не специфицировано что собственно у двух хартов с памятью это может быть одна и та же память может быть абсолютно разная память может быть виртуальной памяти с набранных страниц которые частично пересекаются и так далее и так далее и так да совершенно справедливо но решение о том вот тут hard hard александр говорит если у нас есть юзер мод hard то есть конкретно запущенная конкретная задача в которой в собственном харте исполняется в действительности она может быть реализована как настоящий железный поток вот или если таких железных потоков нету то это обычный трэд который создал ядро то есть программный ядро просто нам создало этот трэд мы как бы считаем его целым процессором у себя там ну вернее хартом на уровне юзер левил именно так вот окружение execution environment отвечает за своевременное переключение между потоками между хартом и если их несколько до тех пор пока само выполнение выполняется внутри этого поток мы например дернули дернули и колл тем самым вышли из на уровень выше из нашего харта на уровень окружения execution environment в этот момент наши эксклюзивные все ну дальше вот там вот те кто сверху те кто уровнем выше пускай отвечают когда мне вернут я продолжу обслуживать этот харт вот на уровне машин потоки это как раз удвоение или умножение вычислительных ресурсов блоки регистров какие-то да возможно там аппаратная поддержка переключения контекстов вот ну и так дальше понятное дело что таких hard может быть ну фиксированное число вот аппаратных но потому что если под каждый hard резервируется какие-то специальные дополнительные устройства типа тюнивых регистров нато за счет их там фиксированное число а вот например на уровне супервизор на котором работает ядро операционной системы ядро операционной системы формируют большое количество экзекьюшен environment уровня юзер собственного тех самых задач внутри которых выполняется задачи и каждый такой экзекьюшен может быть поддержан хартом если этих хартов с точки зрения супервизора много не н не фиксированное количество штука столько сколько процесс мы их просто делаем они как-то там дальше значит реализуются если у нас нету допустим гипервизора то это делает прямо супервизор он говорит так ну вот у нас есть тут четыре задачи самые приоритетные под них мы выделяем хардваре хардваре треды настоящие да то есть процессорные процессорные нити все остальные выглядят с точки зрения андерлейн юзер экзекьюшен варкет юзер окружение выглядит как карты а в действительности являются чистой имитации вплоть до того что даже не являются актуально параллельным выполнением вот правда еще гипервизора который нужен для виртуализации который тоже защит делать еще один уровень влажности зачем все это придумывать главная фишка главная фишка состоит в том что когда мы когда мы планируем вот такой актуальный одновременный доступ к ресурсам мы это наматываем не на уже имеющуюся архитектуру а наоборот мы саму архитектуру аппаратную железную планируем с точки зрения логики описание того как этих арты взаимодействуют в первую очередь по памяти то есть не понавтыкали процессоров а потом понимаем пытаемся понять как теперь с этим множественным процессорами жить как там с кэшами быть как с памятью быть вот это все а наоборот разработали модель концепцию множественного доступа к памяти и прерыванием и теперь пытаемся извоять это в кремле отличие да соответственно на уровне железном харты это как раз удвоение умножения мультипликация вычислительных ресурсов самого процессора вот значит на уровне железа а на уровне более приближенным к юзер-левел это уже тогда как достаточно в достаточной мере виртуализованная штука да значит отличие многоядерности от от хартов под много по точности да кстати можно еще почитать гипертрейзинг интеловский это похожая штука на понятие hard но она опять-таки состоит на 80 процентов из легоси то есть очень трудно отделить читая про гипертрейзинг положение рычажка так задумано положение рычажка так пошла эволюция вот поскольку процессор один никакой вот никакие никакой передачи информации между процессорами по межпроцессорной связи в случае хартов не нужно цельность и когерентность кэшей ну и доступа к памяти будет обеспечивать сама логика доступа которому сейчас поговорим чуть-чуть минус один слой кэша тот самый который нужен для процессор существенно более простая логика контроллер прерывания мы даже на нее глядели в лекции про прерывание да нам нужно только договориться какому харту вот помните там был такой диспетчер забыл как он назывался который перенаправлял какому харту собственно предназначены соответствующая обработка нам не нужно чтобы процессоры воевали или наоборот как-то декларировали что я обрабатываю такие правила и главная фишка и это так называемый век мэмри ординг вы можете при актуально параллельном выполнении неважно каких артов упреждающих вычислений или настоящих нитей еще чего-то потребовать четко упорядоченный доступ к памяти а можете определить список правил которые позволяют доступ на запись чтения к памяти и девайсом в миру сделать не настолько четко упорядоченным вот сообразно выполнением а учился сообразно порядка выполнения инструкций а учитывать вот этот самый параллелизм но написать список правил и условий которые не должны нарушаться даже при соблюдении при при предоставлении этого самого параллелизма для этого служит всевозможные инструкции типа фенз которые собственно говорят о том что вот в этот момент пожалуйста все параллелизмы останавливаются или все параллелизмы данного типа должны быть наделаны прежде чем мы продолжим вот и для этого служит довольно развесистая логическая модель вот ну в общем вот нужно почитать как устроено это тут дальше должно быть должен быть рассказ про то зачем вообще этот самый вик мэмриор зинг нужен вот тут всякие диаграммки вот у нас два харта ходят к одному и тому же и вопрос собственно пытаться их упорядочить или пытаться как-то разрулить более более быстрым более эффективным способом одновременный доступ к одним и тем же местам 20 плюс у нас есть цср же вы помните у каждого харта свой собственный цср и доступ к этим цср am тоже отдельный пес отдельные песни как видите юз кейзов довольно много объяснений довольно много тому как это работает вот тут же как развитие а а это как раз атомарная операция которых тут упоминал александр который тоже возникают в случае когда мы хотим задизайнить модель одновременного доступа такую чтобы не было не возникало автоматически блокировка короче говоря очень сложный штук в которой я не вкурил достаточно пойти по вот этой ссылочке знаете что это такое это формальное описание аксиом доступа из различных контекстов из различных сочетаний сочетаний параметров доступа к памяти на языке алой тут кстати ссылка устарела но они на github перебрались на языке формальной верификации моделей то есть модель доступа к памяти при модель частично частично как это частично частично упорядоченного доступа к памяти при актуальной одновременно выполнение hardware потоков в случае риск файла описано на языке проверки аксиом ну и верифицируем а вот такие дела более того этих этих описаний два есть еще есть еще некий тест забыл кого забыл кого ну короче вот да такая вот штука разобраться с этим можно но мы с вами этого делать не будем потому что пощупать нам это не на чем вот но штука интересная важно понимать что подход сначала по наделаем сначала как это в общем все плавать потом воду нальем поменим на подход сначала разработаем консистентную модель доступа а потом под нее будем подгонять железо в качестве примера хочу рассказать про одну штуку которую мы с михаилом рудаченко это ассистент мой который помогал мне еще в четырнадцатом или пятнадцатом году делать курс по миксу свое время в шутку друг другу рассказали представьте себе что у вас нету четкой модели доступа и например всякая оптимизация кэш предсказание переходов упреждающие вычисления работают не на соответствующем уровне харта не в рамках того харта в рамках которого происходит выполнение а где-то наверху на уровне железа как это собственно устроено на большинстве процессоров сегодня то есть кэш предсказание переходов упреждающие вычисления работают с точки зрения в терминологиях риск файва на уровне машин или вообще выше на микропрограммном уровне как случае intel воспользуемся предсказанием перехода и например напишем цикл который читает из нашей памяти допустим с каким-то шагом вот какие-то байки вот он читает эти пальцы байки из памяти и наша память кончается из на следующем шагу наш цикл прочитал бы байтик из чужой памяти но у нас стоит ограничение индекса цикла и это ограничение как бы проверяет что мы дошли до границы и как бы цикл на этом закончу вот такую программу мы написали предсказатель переходов вы помните как он работает он эффективно работает в циклах он предсказывает что цикл будет бесконечным потому что предыдущий тысячу раз мы ходили мы ходили по своей как бы мы мы предыдущий тысячу раз условный переход был значит следующий раз он тоже так что предсказатель перехода нам предскажет что следующая итерация цикла которая потенциально должна прочесть чужой байкик следующий ца итерация цикла будет понятное дело что когда мы дойдем до проверки этого самого до проверки самого индекса выяснится что ее не будет но это будет потом если в это время у нас есть еще и упреждающие вычисления опреждающие вычисления случай циклы работает как они случае условного перехода работают как у нас есть два харта один из них считает значит один из них считает ту ветку которая в которой условный переход случился другой не считает уветка в который сломРЕ ходу не случилось проблема в том что мы договорились что это х мне карт и или по крайней мере карт и чисто аппаратны которые ничего не знают про то защиту памяти, про то, кому эта память принадлежит. Вообще ничего не знают. У них просто есть инструкция прочесть оттуда. Они читают. Таким образом, упреждающая, та ветка, которая упреждающая продолжает вычислять наш цикл, как если бы ограничение индекса было не актуально, прочитает этот чужой байт. Понятно, это прочитается куда-то в кишке процессора, в какой-то регистр-блок, который никому не доступен, то есть все чики-пуки, все безопасно. Правда, этот байт закэшируется. Ну, потому что мы его прочитали, мы его прочитали из памяти, значит он закэшируется. Но, когда дело дойдет до проверки того, какая из этих веток актуальна, все, что нам насчитала неактуальная ветка, которая прочла чужой байтик, естественно, выбросится. Кроме кэша. Кэша у нас, опять-таки, там вот, да, значит, прочтенный чужой байтик вот этим кодом, а сядет в кэше. Ну, в общем, ничего страшного, потому что из кэша мы тоже ничего читать не можем. Мы же не знаем, что это за байтик. Да, мы не можем как-то выяснить, что это был за байтик. И ничего страшного не произойдет. Но, давайте наш цикл немножко улучшим. Мы будем не просто читать байтики из памяти. Сначала свои, а потом чужой. Мы будем читать этот байтик и использовать прочтенный байтик в качестве индекса обращения к нашему массиву. К нашему массиву. И читать оттуда какое-то значение. Вот мы прошли байтик из своей памяти. Там у нас лежит нолик. Сходили к нулевому элементу массива. Прошли байтик из своей памяти. Там лежит нолик. Ну, или, скажем, единичка. Сходили к первому элементу массива. Нолик, единичка, нолик, единичка. Если упреждающее вычисление достаточно глубокое, то та часть, которая читает чужой байтик, и там ни нолик и ни единичка, а скажем, 100, прочтет этот байтик 100 и успеет прочесть еще сотый элемент нашего массива, потому что упреждающее вычисление наездка широко вперед прошло. Ничего плохого при этом не произойдет. Ну, во-первых, мы прошли вообще свою собственную память. Тут вообще ничего страшного нет. А самое главное, что потом все результаты все результаты все результаты наших вычислений будут сброшены, потому что, как выяснилось, эта ветка упреждающих вычислений была неактуальна. Кроме кэша. И вот тут выясняется, что теперь у нас в кэше лежит сотый элемент нашего массива. Потому что мы прошли чужой байтик 100. И это значит, что если теперь мы проанализируем скорость доступа к элементам нашего массива и выясним, что сотый элемент нашего массива читается быстрее, чем все остальные, это значит, что чужой байтик был равен 100. Как правильно замечает Александр, только не мельдаун, а спектр. Вы сейчас прослушали технику атак на семейство процессоров, практически все современные процессоры под названием спектр. Почему мельдаун, он чуть более сложный, но примерно такая же картинка. Почему эта атака стала возможной? Потому что модель доступа и модель защиты памяти и реализация всевозможных улучшений типа кэш, предсказаний, переходов, упреждающих вычислений находились в разных экзекьюшенн-энвардингах. У нас мы говорим про пользовательскую часть, когда говорим про то, что давайте напишем массивчик и чтение. А когда мы говорим про предсказатель переходов и упреждающих вычислений, мы говорим прям про хардваре часть, а может быть даже про микропрограммы. Вот. Такие дела. Предполагается, ну, для того, чтобы это предположение было окончательно верным, надо, конечно же, понаделать больше хороших, мощных, развесистых процессоров архитектуры RISC-V с поддержкой всего вот этого безобразия. предполагается, что реализация железа в соответствии с вот этой вот замороченной, вот в этой замороченной или вот в этой, вот этой, этой замороченной спецификацией для каждого харта. Вот там, где мы объявляем наличие харта, должны работать вот эти правила доступа. предполагается, что такого рода, такого рода атаки станут невозможны, ну, ровно до тех пор, до каких пор вот эта наша модель действительно равна тому, что мы изваяли в Кремне. Такие дела. Не говоря уже о том, что много по точности в рамках одного процессора действительно гораздо более дешевая, гораздо более безопасная и гораздо более простая штука, чем многоядерность, много процессоров. Хотя стоит заметить, что многоядерность, много процессорность гораздо более масштабируемая. Мы не можем бесконечно умножать количество хартов на одном ядре, на одном процессоре. Вот. А вот увеличить количество процессоров в матрице можно, в общем, их можно сотнями плодить. Ну, в эти самые паверы, да, там сотни процессоров. Возможно, ну, точно возможно, так оно и есть. Правильно, двойная иерархия, да, сначала мы задействуем харты до тех пор, пока нам хватает общей совокупной мощности нашей вычислительной системы, а потом мы начинаем делать их многопроцессорными. Но тут вопрос, да, может быть, может надо делать однопроцессорные с большим количеством хартов, но много лезвий там в облако вставлять. Не понятно. Вот. И вот на слое облака мы возвращаемся к заключительной теме бла-бла, а именно к теме виртуализации, про которую вообще расскажу даже не на пальцах, а так. Вот. Сокращение тут говорит следующий шаг в масштабировании несколько компьютеров, совместно считающих одну задачу. Нет, к сожалению, нет. Потому что, вернее так, таких технологий до сих пор не существует, я бы так сказал. Не существует, потому что то, что первое приходит в голову, это распараллеливание, обсчета задачи, 10 компьютеров, 10 параллельных или там N параллельных хард, которые что-то обсчитывают. Но в общем случае алгоритм не распараллелируется. Да? Совсем. И для того, чтобы можно было объединять компьютеры или процессоры или что-то в такой более мощный процессор, нужна какая-то совершенно адовая абсолютно иная архитектура. То есть или мы сваливаем выполнение, множественное выполнение на программиста и говорим ну распараллель свой алгоритм и быть тебе счастьем. Или мы изобретаем как в случае ГБУ, который тут упомянул Александр, спецвычислители, которые очень быстро выполняют фиксированный класс задач. Или мы должны полностью поменять наше представление об архитектуре процессора и сделать его таким кубикомодульным. Я совершенно не представляю, как это можно сделать пока что. То есть вот это такой челлендж. Хотя это действительно интересный шаг. Вообразим себе, что у нас есть такой конструктор. Мы берем из этого конструктора лепим процессор, который состоит из 128 кубиков. Он внезапно в 128 раз мощнее, чем одиночный процессор. Причем это мощнее есть, не требует параллелизации самого алгоритма, а как-то так задействует эти ресурсы сама. Это недостижимая мечта. Да, возвращаемся к виртуализации. Значит, какие актуальные задачи возникли, когда все навалились на виртуализацию лет 15 назад? Во-первых, собственно, задача масштабирования, в которой выясняется, что у нас есть один довольно мощный компьютер и сто пятьсот каких-то задачек, которые хотелось бы на нем запустить. Но эти задачки, и это второе, представляют собой не программу, написанную для конкретной операционной системы, а то, что называется appliance. Appliance это, как правило, уже готовая операционная система, уже настроенная с каким-то сервисом внутри себя. когда-то в нулевые годы системный администратор занимался созданием такого appliance. То есть нужно поднять веб-сайт. Системный администратор ставит apache, поднимает веб-сайт и даже немножко HTML опишет. Но когда речь идет о масштабируемости и о сверхбольших внедрениях, таких условно говоря веб-сайтов будут тысячи, если не больше. Обслуживание этих веб-сайтов с помощью системного администратора, который сидит и вальяжен, значит его устанавливает абсолютно бессмысленная штука. Они должны автоматически в это облако деплоиться, автоматически запускаться и автоматически работать. И все это должно происходить само, потому что если у вас в облаке десятки тысяч лезвий, то вообще-то они сгорают каждый день по нескольку штук, надо их просто перевставлять, мигрировать и так далее. Вот. Так вот, задача запуска готовых апплайенсов в количестве нескольких штук на одном компьютере внезапно принесла с собой требование еще одного уровня виртуализации. С точки зрения чисто такой вот бытовой виртуализация это очень простая штука, это просто еще один уровень косвенности. С точки зрения реализации довольно мутная вещь, сложная. Вот. Что, какие аппаратные требования при, для виртуализации можно вспомнить. Ну, разумеется, очевидное введение еще одного режима работы процессора. Теперь у нас есть еще гипервизор, машин, гипервизор, супервизор, юзер. Вот. Потому что гипервизор это то, что будет запускать ядра, а ядра это то, что будет запускать, а ядра это то, что уже работает в режиме супервизора. Второй довольно важный момент, и это виртуализация устройств ввода-вывода. Потому что, допустим, у каждой такой, у каждого такой апплиэнси должна быть сеть. А сетевая карточка одна. имитировать эту сеть программно, это значит реально тратить прям вот CPU, процессорное время, хост процессора на имитацию, на эмуляцию сетевого взаимодействия. Такая же фигня с устройствами хранения. Должен быть какой-то легкий способ, либо вообще пробросить железо внутрь апплиэнси, то есть внутрь нашего execution environment прям железо, либо пробросить туда что-то взаимодействие с чем привело бы к дерганию более высокого уровня execution environment, более высокого уровня окружения, скажем, тоже сеть, которая бы обеспечила доступ, обеспечила работу соответствующего внешнего устройства. Но это внешнее устройство должно быть железным, и вот это дергание этого изнутри изнутри виртуальной машины дергание сетевого интерфейса тоже должно быть железным. Нигде не должно быть необходимости имитировать программно соответствующую сетевую карту. Потому что программная имитация это всегда потребление ресурсов. Хороший пример, кстати, знаете, какой? Помните, я показывал стенд с RISC-5 машинкой, которую сделал присутствующий здесь сокращение. Там она запущена внутри виртулбокса. Так получилось, что это виртулбокс. Нет, не виртулбокса, внутри Куему. Куему КВ. и туда проброшено два реальных железки. УСБ с управлялкой так называемой каракантицей, которая, собственно, перепрошивает наш этот самый рисковойский стенд. И видеокамера. Видеокамера, которая отдает поток. Ну так вот, в изначальной конфигурации видеокамера внутри, в гостевой системе, то есть запущенная на виртуальном УСБ устройстве, отъедала примерно 9% цепл, а виртуальная машина в моей базовой системе, хост-системе, сжирала 120% цепл при рабочей камере. При выключении камеры практически ничего не делал. Вот. И это означает, что то УСБ устройство, на которое, собственно, цеплялся софт, работающий с видеокамерой, было полностью виртуализовано, то есть эмулировано хост-система. Спасло переключение вот этого проброшенного УСБ из режима УСБ-3 в режим УСБ-2. Вот в случае, когда мы пробрасываем УСБ-2, выясняется, что для него есть аппаратный проброс, тот самый, и какой эмуляции УСБ-3 не происходит, и вместо 120% ЦПУ там хватается что-то типа аппаратка 20, то есть те самые 9-12 от видеокамеры, плюс функционирование самой операционной системы. Такие дела. Да, ну, конечно, контроллер прерываний в случае виртуализации это просто песня, она же сказка, ну, потому что, например, все ваши ядра хотят обрабатывать прерывания. Вот. Какие бонусы мы получаем в случае введения виртуализации? Такие неожиданные. Например, у нас есть ферма на одном вычислительной системе с одной общей памяти. И если на этой ферме запущены однотипные виртуалки, не знаю, какие-нибудь веб-сервисы, плевалки баннерами, что угодно, то можно, например, аппарат дедуплицировать память. Если внутри этих операционных систем одно и то же ядро, один и тот же софт, одни и те же данные статические, просто у нас несколько экземпляров запущено таких виртуализованных окружений, то у процессора AMD это было с очень давних пор. Можно аппаратно посчитать контрольную сумму. Если она совпадает, считать, что эти страницы одинаковые у двух совершенно различных виртуальных окружений. Дедупликации. Ходить к одному. Разумеется, такая штука может при грамотной организации нашего пространства этих самых вычислительных узлов поддерживать стопроцентную загрузку вычислительного зла, а это собственно одно из требований, из-за которых возникла виртуализация. Еще один неожиданный бонус состоит в том, что апплейнсы, то есть те операционные системы, которые внутри виртуальных окружений запущены, у них оказываются довольно фиксированные требования по аппаратуре. Помните, вот сейчас с развитием виртуализации развелось дикое количество экспериментальных операционных систем, про которых пишется, что поддерживается запуск в Куему. Вот на реальном железе неизвестно, запустится ли, а в Куему обязательно запустится. Почему? Потому что ваше виртуализованное окружение предоставляет вашему, вашей операционной системе виртуальную сетевую карту примерно трех видов. На самом деле примерно одного вертия. виртуальный еще что-то, виртуальный носитель. То есть нет необходимости, особенно в случае, если не это не операционная система общего назначения, которая предназначена для всего, а конкретная appliance, которая предназначена для выполнения одной конкретной задачи, нет необходимости внедрять в эту вашу специальную операционную систему поддержку абсолютно всего аппаратного обеспечения, потому что вы его никогда не увидите. вы увидите только то, что предоставляет вам площадка виртуализации. Вот. Ну, собственно, на этом кажется, разговор наш полностью закончен, потому что сегодня было чистое бла-бла. Напоминаю, что RISC-V в этом смысле достаточно продвинутая архитектура именно в плане задумки, в плане дизайна базового, потому что четыре уровня выполнения, те самые четыре, о необходимости которых мы так или иначе говорили все это время. Потому что хорошая модель слабоупорядоченной доступа к памяти, предполагающая, что таких уязвимостей, которые мы сейчас видим, может и не будет, ну, пока ошибку не найдут. Потому что достаточно остроумно устроенный конвейер и способ обхода. обхода. а про всякие штуки тип кэшей и упраждающего выполнения это, понятное дело, очень наукоемкая штука. Чем она будет круче, тем они будут круче. В действительности, несмотря на то, что мы очень много говорили про специфику именно RISC-File в нашем курсе, в действительности довольно много всего, которое выглядит как RISC-File специфичное, в том или ином виде есть во всех современных процессах. Вот. Просто, как мы уже тут друг другу пожаловали сейчас в чатике, просто у некоторых из этих процессоров очень много легаси и, соответственно, трудно отделить чистую идею конвейера от того, что в результате получилось. Чистую идею упреждающего вычисления от того, что в результате получилось. Вот. На этом, собственно, вот этот кусок предположительно большого курса архитуры ВМ из эко-ассемблера заканчивается. Андрей спрашивает про загрузчик. Загрузчик это, естественно, машин левел. Что делает загрузчик? Загрузчик это то, что включается, когда у вас включается питание на процессоре. Да, значит, соответственно, когда у вас включается питание на процессоре, процессор работает на самом низком, на самом высоком уровне выполнения, который называется машин левел, где ему доступно абсолютно все, но у него плоская модель памяти и вообще какую-то вот сложную операционную систему в этот момент не сделает. Загрузчик загружает ядро, либо гипервизор, либо супервизор, вот, и дергает. Обратите внимание, сокращение не загрузчик риск-файф, а загрузчик в риск-файф, где находится загрузчик. Значит, я понимаю, откуда вопрос Андрея. Дело в том, что в архитектурах Intel i586, про x86-64 не знаю, кажется, там уже не так. Код загрузчика первоначального выполнялся вообще в 16-битном режиме. Загрузчик в классических писюках пришел из ДОСа. Дальше там были какие-то совершенно адские пляски с переключением в другой какой-то режим, потом в третий, и только потом можно было загружать ядро. Вот. А можно было наоборот загрузить ядро в 16-битном режиме, а ядро бы посмотрел, сказал, ой, сейчас мы переключимся в нормальный режим, и начинало работать. Вот. Конечно же, в современных процессорах ни в x86-64, ни в риск-файфе, ни в армии ничего такого нету. Вот. Да. человек подсоединился к нам во время конца лекции и сказал, ура, я поймался в прямом эфире, здравствуйте. Ну вот, значит, в нормальных случаях, разумеется, загрузчик запускается в машин-ливел, потом он загружает какое-то ядро, либо супервизор, либо гипервизор переключается на соответствующий-ливел, про машин-ливел все забывают, потому что оттуда можно управлять этим. Еще вопросы? Окей. Значит, вопрос процедурный. По данному курсу предусмотрен экзамен. Экзамен состоит из решения из домашних заданий, которые закончились у нас месяц назад, и некоторое решение, некоторые задачи, которые я постараюсь за ближайшее время подготовить к зачетной сессии. Она будет. Вот. Скорее всего, это будет, сразу скажу, игрушка типа змейка, у которой, значит, вот вывод происходит с клавиатуры, то есть, по прерываниям, а рисование, ну, допустим, в графике. Вот. Если больше вопросов нету, то всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что наши с вами встречи были достаточно плодотворны и интересны. Вот. На этом курс про архитектуру ВМ на базе RISC-5 заканчивается. Вот. Что у нас будет в следующем году учебном, я пока не буду загадывать. Все. Всем спасибо. Вот. Отдельное спасибо сокращенцу, Александру и многим другим Андрею и многим другим участвующим в обсуждении. Обсуждение это очень важно. Вы часто поправляете меня. И это очень ценно. И до новых встреч в эфире. в эфире. В эфире.